Итак, еще раз знакомлю вас с нашим уважаемым, одним из наших авторитетнейших садоводов, если считать кто-то нас обозвал сектой, ну назовем себя Кружком. Это, значит, Алексейка Алексей Иванович, вот, и вот чем он хорош, значит, вот это его нарезка черенков, учитесь, потом в другой раз специально зайдете, внимательно рассмотрите, вот это бороздование, уровень воды, это идет речь о укоренении, вот видите, укоренение шелковицы, дальше смотрим, почему это надо знать. Вот это, потому что он выслал вам сколько мог. Так, обратите внимание, никакой халтуры, точная копия моей технологии. Итак, длинная ветка, потому что у него прекрасный сажен, что есть у них ветки метровые, да? Ну-ка, сколько тут? Ну, в общем, много. Так, много. Итак, значит, получается, что, по его словам, он повторяет железу, вот это вам, а это на выброс, то, что справа. Ну, где халтура? Где халтура? О, сколько я настрадался в своей жизни. Сколько мне вот такого, что справа присылали? Сколько времени потеряно? Сколько нервов? Теперь так. Вот это письмо я прочитаю. Здравствуйте, Валерий Константинович. Это он же, Алексей Калюксей. Назовем его самым авторитетным в нашей команде «Шелковица-вод» или «Тута-вод». Потому что официальное название «Шелковица» – «Тута». «Тута-вод» у них еще есть несколько похожих названий. «Как вы учили, отправлял только самую ценную часть прироста, не с черенка, макушки на выброс». Вот это наш человек. Уже разослал черенки вашей морозок «Шелковица-железо». Спасибо всем, кто ко мне обратился. Возможно, следующей зимой смогу выслать и тем, кому не хватило. Я с 1 марта начну коренять черенки «Шелковица». И надеюсь, что это уже осенью смогу выслать саженца тому, кто напишет мне на почту. Вот она, эта почта. Обратите внимание. Вот она. Еще хотелось поделиться с Адонами своими знаниями по коренению черенков. Я так укореняю и виноград. Вот ниже инструкция по коренению. Ну, а в процессе коренения слово будет минимум, а фото – максимум. Дальше. «С уважением, ваш ученик Алексей Калликсей. П.С. Валяй Калликсинец. Жаль тратить время вебинара на чтение инструкции по коренению черенкова. Думаю, что кто захочет, прочитает сам». Внимание, друзья! Дело в том, это действительно длинная инструкция. Мы действительно читать не будем. Возвращайтесь не вперед. Посмотрите, какая она. Мы сейчас ее еще удлиним. Как? Вот. Я вспомнил, что многие из вас смотрят в телефонах. А там вот этот текст я больше вы просто не увидите. Итак, увеличиваем текст до предела. Шрифт, шрифт. Не текст, а шрифт. Вот он. Так. С первого раза не захотел. Ничего. Мы его добычим. Вот. Это важнейший момент. Знаете, почему? Никакой халтуры нет. Второе. Значит, Алексей Иванович взял и набрался на наглости. Потому что вы знаете уровень журнала «Наука и жизнь». Я сам детство его читаю, до сих пор уважаю. Так. Ну, в общем, он не хочет увеличиваться текстом. Всегда. Первый раз такое. Алексей Иванович что-то, ну, это. Так. Тогда главная. Главная. Еще раз. Главная. Может, из-за этого. Сейчас. Главная. Главная. Нет. Ладно. Что-то случилось. Мы едем дальше. Что же нам доделать-то? Так. Кому понадобится эта инструкция или к нему, или ко мне. Обращайтесь или к нему, или ко мне. Вот. Потому что вот я только увеличивал вот этот. А тут хотел... Ну-ка я кусочек попробую увеличить. Сейчас. Мне очень хочется, чтобы даже с телефона вы могли прочитать. О, половину инструкции прошло. Смотрим вторую половину. Так. Домучили. Теперь можно читать даже с телефона. Все. Идем дальше, друзья. Знаете, насколько это важно? Вот он захотел бы, и вот не стал бы Алексей Иванович этой инструкцией. Ничего, вы бы у него купили черенки, вы бы у него... А еще лучше саженцы, он был бы кум-королю. Это такой же человек вроде меня. Я вообще, это, как говорится, последнюю рубашку себе снимет. Теперь вы сами можете саженцы выращивать. Вот он такой у нас, Алексей Иванович. У нас других не бывает. Это, знаете, это самое... Я горжусь, что у меня такой друг. Итак, вот она инструкция. Пойдем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!